Мобильная медицина — это новое направление в медицине, и оно означает использование устройств типа сотовых телефонов или таблет-компьютеров портативных, которые вы постоянно носите с собой. И оказалось, что использование таких технологий в медицине приводит к революционным изменениям. В чем они заключаются? Они заключаются в том, что во главу угла становится сам пациент. То есть пациент — главный герой на этой сцене. Но для того, чтобы он был главным героем, нам нужно знать, как он себя чувствует. И поэтому разработано уже сейчас более трехсот различных мониторов или сенсоров, мы можем назвать, которые позволяют снять данные с любого гражданина, передать их на сотовый телефон и с использованием сотовой связи передать их врачу или передать их в облако, как сейчас говорят. И таким образом их можно проанализировать потом на сервере. Сейчас таких устройств существует, как я уже говорил, очень большое количество. Мы можем зарегистрировать электрокардиограмму, мы можем измерить вес, давление, посмотреть, как давление меняется в течение суток. То есть раньше для этого больной должен был быть в больнице. Но нахождение в больнице — это самое дорогое, что есть в медицине. Данные наших коллег, западных коллег показывают, что один день, проведенный в больнице, стоит от 1000 до 10000 евро. Потому что дорогая инфраструктура, необходимое выполнение всех санитарно-гигиенических норм, большая высокая зарплата врачей и медсестер и так далее, все это укладывается сюда. И поэтому основная тенденция сейчас постепенно постараться перевести лечение и раннюю диагностику в дом, где живет сам пациент, где живет гражданин. И это очень важно, но для этого нужны вот эти новые технологии. Поэтому сейчас большинство датчиков или сенсоров — это то, что пациент может использовать дома. Вы можете наложить электроды и снять электрокардиограмму. И тогда врач ее может расшифровать, или автоматизированная система позволяет это сделать на компьютере. Мы можем посмотреть насыщение крови кислородом, оксигенацию крови кислородом и таким образом увидеть, достаточно кислорода поступает в легкие, достаточно ли кислорода приносится к нашим органам и тканям. Очень важный момент. Мы можем посмотреть даже биохимические показатели, потому что самый простой — это измерить уровень глюкозы, и это делает большинство больных диабетом. Мы можем посмотреть очень много других показателей. И это то, что сейчас как бы становится таким все более и более применимым. Для нашей страны это достаточно новое явление. На Западе и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки это начинает использоваться очень широко. И даже сейчас этот рынок составляет несколько миллиардов долларов в год. И сами приборы, и этот сервис, который предоставляется. Какие проблемы существуют при реальном использовании этого? Одна из проблем заключается в том, что пациенты очень мало знают о тех возможностях, которые реально есть. Это воспринимается, знаете, как сюжеты из «Звездных войн» с кинофильма «Звездные войны», что это вот что-то такое далекое, фантастическое, когда человек смотрит на экран, и на этом экране видны все его показатели. На самом деле это далеко не фантастика, а практически большинство технологий и программ уже разработаны. Все больше и больше становится программ, которые даже не требуют наложения датчиков никаких на тело. Например, при обработке нашего видеоизображения лица уже можно определять и частоту сердцебиения, и частоту дыхания. Как работают такие системы? Системы работают очень просто. Обычная веб-камера или камера, которая встроена в наш компьютер, или iPad, или iPhone, сотовые телефоны, она воспринимает этот имидж, то есть картинку нашего лица, и происходит анализ компьютерной малейших колебаний света. Это зависит от того, что при каждом ударе сердца новая порция крови приходит ко всем органам и тканям, в том числе к коже лица. Но на коже лица мы просто легче это можем зарегистрировать. И то, что глаз не различает, а компьютер уже может различить, происходит с каждым ударом сердца легкое порозовение кожи. Вот компьютерная программа это определяет, и таким образом по порозовению кожи за каждый удар мы можем определить частоту сердцебиений. А по колебанию верхней части тела мы можем определить частоту дыхания. На человеке при этом нет никаких датчиков, и это все регистрируется прямо вот с камеры. Какие это возможности добавляет? Это делает совершенно новым возможности, типа человек с утра приходит в ванну, и он там чистит зубы, умывается, эта камера его снимает и получает то, что мы называем жизненно важные показатели. Частота сердцебиений, частота дыхания, он может при этом стоять на полу электронные весы, его вес и так далее. И это все уходит в его индивидуальную базу данных или простейшую электронную историю болезни. И это принципиально важно, вот широкое внедрение подобных вещей или мобильного здравоохранения, потому что при этом мы создаем данные по норме для каждого человека индивидуального. То есть это ход к персонифицированной медицине. Если сейчас сказать, больны вы или нет, мы можем только базироваться на тех данных, которые были получены при обследовании большой популяции, большой группы людей. Грубо говоря, мы можем сказать, что если у вас давление выше 140, значит это уже не совсем хорошо, и вам нужно обратиться к врачу, потому что это повышенное давление. Но если у человека постоянно было давление 110, и это для него привычно, то даже повышение давления до 120, что находится в пределах нормы для популяции, оно уже может означать, что у него нехорошая тенденция повышения давления, и на нее надо реагировать и как-то стараться эту проблему снять в самом начале. Таким образом, это ход к ранней диагностике заболеваний, к ранней профилактике. А известно, что каждый рубль или каждый доллар, вложенный в профилактику, он спасает 7 рублей или 7 долларов, которые мы потом потратим на лечение этого заболевания. Поэтому с точки зрения экономики страны всего здравоохранения это очень выгодно. Это как бы медицинские перспективы и важность этого. Можно сказать, что ближайшие изменения в этом направлении это будут вот такие бесконтактные датчики, и часть из них разрабатываются в России. Это я имею в виду биорадар. Это очень слабое излучение по типу радара, когда мы определяем самолеты и так далее. При очень слабой интенсивности мы можем облучать человека. И там доля облучения будет тысячной от того, что излучает обычный сотовый телефон, то есть ничтожно малые. Но этого достаточно для того, чтобы определить частоту сердцебиения и частоту дыхания. Значит, вот это все становится реальным и доступным. И уже несколько институтов в Москве, в стране занимаются вплотную этими технологиями. Но я считаю, что все больше и больше будет интерес к имплантируемым системам или к вживленным системам. Почему? Потому что мы знаем, что все больше возможностей имеется для постановки генетических диагнозов, когда мы анализируем наши гены и понимаем, какие особенности, какие изменения у человека есть и какие заболевания можно ожидать. Поэтому, если у этого человека можно ожидать развития диабета, то логично было бы вживить ему датчик, который будет определять уровень глюкозы. И тогда, как только реально эта опасность начинает становиться реальностью, этот риск велик, мы начинаем его лечить от диабета. До тех пор, пока это все остается в норме, не надо тратить силы и не надо зря использовать лекарственных препаратов. То есть это способ к индивидуальному раннему лечению. И, естественно, это способ индивидуализировать лечение. Если данные от каждого из нас будут переходить в этот колл-центр, медицинский центр, то врач, посмотрев на эти данные, может сказать, вы знаете, гражданин Иванов Иван Иванович, вам пора немножко увеличить дозу вашего препарата для снижения давления, потому что вот есть тенденция к повышению. Мне кажется, что вам нужно чуть-чуть увеличить дозу. Сейчас это реально невозможно сделать, потому что никто не знает, что происходит дома с пациентом до тех пор, пока он с кризом не попал в больницу. Поэтому мы как бы работаем уже по серьезному отклонению, когда возникла большая проблема, и мы принимаем такие пожарные меры по устранению этих изменений. Хотя вот в случае широкого использования M-Health это как раз становится возможным на значительно более ранней стадии. Вот эти мобильные технологии позволяют решать очень важные проблемы медицинские, например, приверженность лечению. Мы знаем, что особенно люди в пожилом возрасте часто забывают принимать лекарства, а если он забыл один или два дня, то потом он уже не принимает неделю до тех пор, пока не появятся какие-то серьезные проблемы. Есть автоматизированная система напоминания об этом, но даже система напоминания или система регистрации, когда человек открыл коробочку с лекарством и принял таблетку, она показывает сам факт, что он открыл коробочку. Проглотил он эту таблетку или нет, мы не знаем, и у нас нет никаких доказательств этому. Значит, даже в этом плане сейчас M-Health помогает, потому что разработаны микроскопические процессоры, у него миллиметр на миллиметр размер, и такой процессор наклеивается на каждую таблетку. И тогда это работает таким образом, что когда мы его проглатываем, там имеются электроды из разных металлов, и в желудке возникает потенциал, и этот микропроцессор начинает передавать данные о том, что он проглочен. Вот он находится внутри организма. Таким образом, впервые появилась возможность подтвердить, что человек реально принял, не просто открыл крышечку, а реально принял препарат. И это очень важно и для высокоэффективного лечения, потому что регулярно надо принимать, и это очень важно для проведения клинических испытаний, когда клиницисты должны быть уверены, что этот препарат применяется правильно, в нужное время, так как именно выписано. Без подобных систем это было бы невозможно. То есть весь мир считает это направление крайне перспективным. В 2012 году вышла книга очень известного кардиолога американского Эрика Тополя, которая так и называется «Деструктивное внедрение цифровых технологий, которые меняют существующую медицину», где описываются те последствия внедрения вот этих новых технологий. Сама медицина должна измениться полностью, потому что сейчас медицина реагирует только на больного человека. Ты должен прийти с какими-то симптомами, с какими-то жалобами, тогда медицина начинает обращать на тебя внимание. В случае широкого внедрения мобильных технологий mHealth пациент значительно больше внимания выделяет своему здоровью, он становится более ответственным пациентом, и это значительно позже приведет его в больницу. Значит, уменьшается нагрузка на всю систему здравоохранения. Это с одной стороны, а с другой стороны повышается качество жизни, и человек дольше остается активным и способным и к трудовой деятельности, и к творчеству, и так далее. То есть он более здоров, более активен. Субтитры сделал DimaTorzok